Мы приветствуем вас на шоу для замужних женщин «А мне мама говорила». Сегодня у нас три участницы. Итак, встречайте. Участница под номером один — Мишель. Замужем один месяц, поэтому считает, что секс каждый день — это норма. Следующая наша участница — Александра Викторовна. В браке 10 лет, поэтому ее главный конек в сексе — это свежий анекдот. Ну и наша третья участница — Петровна. В браке 25 лет, поэтому по одному повороту ключа в замочной скважине может определить, сколько ее муж выпил и стоит ли ей опасаться. Елена Петровна, что с вами? Котлетки пересолила. Сочувствую. Что ж, девочки готовы? Да. Начинаем. Итак, первый вопрос. Как вы охарактеризуете свою семейную жизнь в трех словах? Мишель. Страсть, любовь и секс. Александра. Стирка, жрачка, храп. Петровна. Можно не в трех, а в четырех? Ну, вам сегодня можно, пожалуйста. Лена, где мои трусы? Четко и ясно. Продолжаем. С каким животным вы бы сравнили своего супруга? Мишель. Тигр. Сильный и грациозный. Александра. Хамелеон. Вечером пьяный красный, утром зеленый. Петровна. Жук-навозник. Почему? Делает из грязных носков шарики и разбрасывает по всей квартире. Понятно. Идем дальше. Расскажите, какие продукты всегда есть в вашем холодильнике? Мишель. Бутылочка белого французского вина. Разумно. Александра. Банкорассолу. Понятно. Петровна. Мотыль. Что, простите? Мотыль. Будешь мотыль, говорю. Следующий вопрос. Под какую песню вы впервые с мужем поцеловались? Мишель. Мы поцеловались под стинга. Александра. Марш Мендельсона. Будь я не ладен. Петровна. Голуби летят под нашей зоной. Да? Да, причем пел он прям в меня. Еще один музыкальный вопрос. Под что вы любите заниматься любовью, Мишель? Под Джорджа Майкла. Александра. Вера Андреевна Сердючка. Хорошо. Петровна. Под Савика Шустера. Да, только чтоб я экран не закрывала. Понятно, понятно. Продолжим. Вспомните, что вы делали в первый день после свадьбы? Мишель. Мы просматривали наше свадебное видео. Александра. Забирала молодого из милиции. Падла. А вы что делали в первый день после свадьбы? Я рожала. Вот это дело. Итак, внимание. Что ваш муж кричит во время секса? Ты лучшая. Ты худшая. Опять ты. Следующий вопрос. Где у вас был самый романтический секс? Мишель. На воздушном шаре, под облаками мы летали. Понятно, понятно. Хватит достаточно. Александра. Станция метро Днепр. Хотела выйти. Не успела. Петровна. Фура. Это разве романтика? Это моя работа. Продолжим. Поделитесь, кем вы чувствуете себя, когда муж приносит вам цветы? Девушкой. Богиней. Могилкой. Извините, такой общий вопрос. Скажите, а кто ваш муж по профессии, Мишель? Ну, вообще-то, пластический хирург. Да? Да. А что ж он? Ну, ладно. Александра. Ваш муж кто? Гендиректора. Руководит компанией, наверное. У него в крови есть по папе гендиректора. Это падла сантехника. Петровна, ваш муж кто? Алкаш. Но в душе предприниматель. Правда? Да. Вчера пытался дрель из квартиры вынести. Продолжаем. Поделитесь, кем бы вы хотели стать для своего мужа? Мишель. Хранительницей нашего домашнего очага. Александра. Хранительницей. Его зарплатные карточки, блин. А вы, Петровна, кем бы хотели стать для своего мужа? Вдовое. Ну, хранительницей его. Я понял, понял. Давайте о чем-нибудь все-таки праздничном, да. Скажите, какой лучший подарок для вас на 8 марта с самого утра, Мишель? Фреш в постель. Александра. Я люблю котлетки в постель. А у вас, Петровна? Вы знаете, мой муж уже старенький, поэтому с утра сухенькая постель – лучший подарок. Продолжаем. Где у вас был самый необычный секс на 8 марта, Мишель? Трехпалубная яхта, Средиземное море, Майот. Все, хватит, хватит, достаточно. Александра. Сейчас вспомним. Бердянск, 96-й год. Я сижу на подоконнике. А муж? А муж в тюрьме. Петровна, а у вас? На ковре. И что-то необычного? Я его выбивала. Допустим. Давайте так, под конец. Что вы ждете от следующего 8 марта? Ну, давайте тоже по традиции, в трех словах. Мишель. Любовь, цветы и шубу. Александра. Починить бачок, новую стиралку и этот сертификат Эйвон на 50 гривен. Но это больше, чем три слова. Я уложусь в три. Правда? Да. Пожалуйста. Чтоб ты сдох. Четко и ясно. Ну и напоследок. С кем из звезд вы бы сравнили своего мужа? Мишель. Джастин Тимберлейк. Александра. Михаил Муромов. Ну, чисто из-за этого. Петровна. Потап и Настя. Потому что высокие и красивые. Не, лысые баба. Тьфу!